Здравствуйте, то, что мы хотим рассказать, основывается в основном на результатах наших полевых исследований у разных народов Мунда, вот здесь можно посмотреть, насколько разных на самом деле, да, здесь начинаем от Хо на севере, потом Стора, и Бутоп и Бонда на юге, вот, в принципе, народы Мунда, они занимают вот такие три ареала, и самые западные из них мы не затрагиваем, а у нас есть немножко вот из северного ареала и больше из южного, вот, и материалы получены в ходе четырех экспедиций, город Кубанэшвар, 2016 год, опять Кубанэшвар, 2017, потом это все южная, это все штат Ариса, и потом юг Ариса, округада Джапати и Райгада тоже 2017, и округ Карапут, 2018, еще южнее, значит, и по этим материалам, в общем, видно, видны в фольклоре разных народов Мунда, некоторые общие черты, которые можно сформулировать примерно так, значит, что поэзия основана на параллелизме, строки одной строки представляют собой повторы с заменой одного или двух слов на слова того же семантического ряда, это могут быть синонимы, могут быть антонимы, могут быть какие-то близкие по значению, но отличные слова, вот, как правило, сохраняется количество словов, то есть с этим довольно строго, и сохраняется морфология и синтаксис, то есть если заменяется глагольная форма на другую, то это будет та же глагольная форма, если есть редупликация, то будет другое слово с редупликацией и так далее. Число строк в строфе при этом вроде бы не строгое, может варьироваться, значит, и вот это сохранение размера не распространяется на какой-то другой элемент, который бывает другого размера, обычно это может быть обращение или что-то другое, значит, и он перемежается со строками строфы, ну и кроме того, полный повтор один и той же строки, одной и той же строки практически подряд, практически невозможен, то есть если повторяется, то, именно полный повтор, то по, например, схеме А, А штрих, А, А штрих или А, А штрих, А, например, как-то так, то есть А, А не бывает, невозможно, вот. Значит, в принципе, параллелизм в поэзии «Народов мира» замечен много где, вот, но в разной степени, да, считается, что это начали отмечать вот с работы Роберта Лаута о библейском параллелизме, значит, и довольно подробно это расписано у Романа и Капсона, и, значит, вот тут я позволь себе процитировать как раз статью Капсона. Фонемы и последовательности фонем, морфологические, лексические, синтаксические и фразеологические единицы, оказываясь в метрические или строфические аналогичных позициях, неизбежно ставят в нашем сознании или подсознании вопросы, а именно, являются ли взаимоподобными, в каких отношениях или в какой степени эти сущности, находящиеся в аналогичных позициях. Такие поэтические модели, для которых обязательно или предпочтительно наличие того или иного подобия у следующих друг за другом словесных рядов, широко распространены в языках мира и представляют собой особенно благодарный материал для изучения языка поэзии и языка вообще. Роман Якобсон «Грамматический параллелизм и его русские аспекты». Там, собственно, он разбирает параллелизм русской поэзии, который немножко другой, и он считает, что в индоевропейских языках русская поэзия – это единственный пример, которым параллелизм представляет собой именно основной принцип. трактовка этого явления параллелизма тоже имела разные варианты. То есть можно говорить о том, что это усиливает эмоциональность, или, значит, по выражению Бутберга, это и то, что Пирс Витебский относит к поэзии Сора, конкретно Мунда, такое то, что дает нечто подобное бинокулярному зрению. В параллелизм есть не просто стилистический прием синтаксического дублирования по заданной формуле, его применяют для создания эффекта подобному бинокулярному зрению. Происходит наложение друг на друга двух синтаксических образов с тем, чтобы наделить их объемностью и глубиной. Повторяется конструкция, в результате чего воедино связываются синтакмы, которые поначалу представляются лишь свободно следующими друг за другом. И, собственно, вот эту бинокулярность, объемность образов нам, видимо, ну, мне нравится, скажем, такая трактовка, что в Сора речь именно об этом. А, значит, кроме того, Пирс Витебский, который занимался ритуальными текстами Сора, говорит о том, что, ну, именно в Сора и, наверное, в других языках Мунда, это сильно связано с таким понятием языковым, как эхо-слова, ну, они характерны, в принципе, для всех языков региона, и в индоарийских тоже они есть в большом количестве, потому что часто повторяются именно эхо-слова. Но при этом для индоарийской поэзии вроде бы это явление не характерно. Значит, при том, что в самых ратных языках мира оно есть, ну, вот здесь перечислено, где, в принципе, оно, этого находили. Да, в китайской поэзии, в финно-угорской, в тюркской поэтической традиции, немножко в ведийской поэзии, хотя она совсем не до такой степени, вот, и, собственно, в индайнезии языке роти, в языках майя, в Непале, в синтибетском языке, михаван. Значит, но в Индии, скорее всего, он наиболее характерен для народов Мунда, например, это исследование для Мундари и Сора. Расскажешь подробнее по Индию. Вот, по наблюдению специалистов по Мунда, в частности, Витебске и Зайда, такая структура в основном характерна для Мунда. Но вопрос в том, что на самом деле поэзия других малых народов, в принципе, фольклор не так уж изучен. И поэтому, как бы, четко говорить, что это характерно только для Мунда, не характерно для других, мы на данный момент не можем. А по Мунда это частая исследовательность. То есть, например, есть работы по Мундари, еще начиная с 50-х годов, есть работы по Сора, того же Витебске, который специалист по Сора, вплоть до 2017 года, когда он разбирает, в частности, ритуальные тексты, фольклорные тексты именно на манеру этого параллелизма. Но если мы посмотрим языки этого региона, то есть дравидийский куи, например, дает такую же поэтическую структуру. Причем она не исследуется, мы находим это вот просто в фольклоре. Да, в фольклоре, в книге по куи, где просто автор приводит какие-то фольклорные тексты без какого-то исследования, и мы видим, что структура, в принципе, такая же самая. А вот в индорийских, если смотреть современный индорийский фольклор, то такого нет. И даже если параллелизм есть, то основная все-таки составляющая поэтики – это рифма. То есть из того, чем мы занимались сами в поле, это фольклор кумауни, северно-индорийский язык, распространенный в штате Утаракан, на границе с Непалом. То есть практически весь фольклор устроен на рифме. Один пример могу зачесть. И весь фольклор кумауни, какой бы жанр ни брать, даже они рифмуют пословицы и поговорки. Это очень распространено. У соседей по химачану язык кулуи такая же самая структура, что рифма лежит в основе поэтики. И, в принципе, ритм здесь не особо важен, то есть как бы они пропевают. Вот, например, длинная-длинная такая песня, которая состоит из... Рифм на одно и то же. Да, рифма просто заканчивается там кауа, рауа, рауа, рауа. И каждая строка заканчивается этим, при этом в строке может быть там больше или меньше слов, дальше они просто вставляются в песенный ритм. И основная суть, опять же, в ритме. По языкам мунда мы работали с тремя языками группы южных мунда, это сора, самый крупный из них, гутоп и бонда, и захватили немножко северных мунда в лице хо. И мы занимались сбором, в принципе, языкового материала, но параллельно захватывали и фольклор, и мы можем сказать, что до четырех этих языков структура, описанная Настей раньше, она характерна. То есть и фольклор, и, по идее, многие современные песни, они устроены таким же образом. У вас есть, у кого-то есть хэндауты, если удалось их равномерно распределить, там один на скрепочке и один просто листочек, и там есть, в принципе, эти тексты. Ну, вот, это хон, если на слазе, то есть, вот, например, если посмотреть, здесь будет, как бы, ритмика АБ-АБ, по сути, если смотреть на первую и третью фразы, то есть заменяется, как бы, на большом холме маленький цветок и на маленьком холме молодой листок. То есть сначала у нас идут антонимы, а в конце у нас цветок-листок слова одного семантического поля, а структура одна и та же. И по количеству слогов это то же самое. И вторая и четвертая фразы, они устроены таким же образом. Вот, если переходить к сура, та же самая структура, импровизация здесь все время будет повторяться к нам, к Ирловой, Коренковской, потому что вообще жанр импровизации очень характерен для мунды. Поэтому вопрос там, а спойте что-нибудь, он порождает не фольклорную какую-то песню, а скорее какой-то вот, вот вы пришли к нам, вот вы такие, 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 и порождается это вот по определенной структуре достаточно быстро. Поэтому у нас все время там какие-то личные импровизации. Вот здесь идёт АА, ББ, ты улетишь в свою страну, ты полетишь на свою родину. То есть как бы структура сохраняется, заменяется на синонимы, постоянно определенные слова в структуре. И это ссора. Значит, ГУТОП, один из малых языков южной группы. Тоже про нас. Да, там тоже мы просто нашли прекрасную женщину вот эту вот с тремя кольцами на шее. И на вопрос, как бы они могли бы что-нибудь спеть, традиционную импровизацию, это значит, прозвучал текст про то, что вот я тоже смотрю чужие люди, ты тоже смотри не здешние женщины. Здесь как бы первая фраза, она идёт как бы припевом. Там ещё длинный текст про это, в принципе, если мы успеем, мы его посмотрим, послушаем. У нас много видео. Вот, и там дальше описание нас, причём она совершенно не думала, что это будет переводить, естественно, да? Поэтому это просто спойте, спойте, ну и давайте. А вот, переводили, конечно, не с ней. Первая часть, это как бы рефрен такой, который всё время у неё идёт, посмотрим братья, посмотрим братья. А дальше, значит, вторая, четвёртая фраза, они вот имеют такую структуру. А у нас включая сколько братьев, или сестёр тоже? Ну, это просто люди-адресаты, в принципе, заимствую слово из Дэси. В прошлой импровизации, где, собственно, был прямой разговор, не через переводчика, там постоянно идёт обращение о сестра к адресату. Это другой язык, на самом деле. То есть, в Гутоп, ты не путай двумя языками, в СОРа там по-другому это устроено. В Гутоп это малый язык, он очень много заимствовал с Дэси, аиндарийского, и поэтому Байя, это то же самое, что индийский Бхайя, собственно, который уже такой междометный, не просто, что я к тебе обращаюсь, там уже не важно, брат ты, сестра, просто вот адресат. Ну, это, наверное, скорее обращение к своим, к тем, кто понимает Гутоп. Ну, по контексту получается, да, что это как бы она обращается... Это люди, но свои люди. Время, да, вот посмотрите на вот этих. А Гулон, это другие люди. Ладно, собственно. Вот, и такая же структура найдена в Бонда, в народной песне. Вот, значит, наш дом красивый сделаем, наши ворота красивые, наше жилье красивое. То есть здесь вообще меняется одно слово постоянно, да. И вот у нее в народных песнях вот девушки-информантки было по трех стишнам все время. То есть как бы мы поездили и увидели, что структура, вот, которая описывается ранее, да, она сохраняется по многим языкам. За исключением как бы некоторых моментов сейчас иногда у этих народов появляются как бы песни, появляются некоторые жанры определенные, которые контактные. То есть когда они контактят с другой культурой, с внешним миром, как бы с другой поэтикой, они могут ее каким-то образом калькировать. И это как бы в основном мы отмечали у Сора. Почему у Сора? Потому что Сора наиболее проводится... Они христианизированы. Не только христианизированы, но и более большая миссионерская работа проводится именно с Сора. И это не только христианство. Баптисты у них работают с начала прошлого века, канадская баптистская миссия, поэтому 50% Сора сейчас христиане. И сейчас активизируются нео... как бы не нео, но их так называют нео-индуисты среди Сора, индуистская пропаганда, но как бы среди Сора она уже имеет некоторый такой странный оттенок. Нео-индуисты, это конечно. Их можно назвать нео-индуистов, потому что это не традиционный индуистский толк, а вот уже как бы там мантры на полусанскрите, на полусору исполняют какие-то там активисты, а вовсе даже не... Люди, относящиеся к высоким кастам, и они как бы переделывают это на свой манер. Но, в принципе, индуистские миссионеры там тоже работают. И что из этого получается? Что христианские псалмы уже вот этой сорской поэтики, мундерской поэтики не имеют. То есть они уже построены по образцу английских псалмов, и первые псалмы вообще писала женщина как раз из Канады при помощи местных активистов, Анна Монро, поэтому эти псалмы периодически рифмуются ритмично, но не имеют вот этой мундерской ритмики. И неоиндуистские тексты, они тоже очень смотрят на аналогичные тексты на Ория, языки штата, и теряют отчасти указанную структуру. И плюс современные эстрады, конечно. То есть современные молодые исполнители, которые делают клипы, выкладывают их в YouTube, ориентируются на прежде всего индоарисскую эстраду, то есть Болливуд, и местные кинематографы там, в частности в штате Алиса, ну и плюс на английские песни, поэтому как бы там есть рифма, что очень странно, в принципе, например, то есть для ссора, они ничего не рифмуют, но вот ровно в эстрадной песне рифма появляется. И это распространено по всем тем языкам, с которыми связывались, где есть вот этот молодой активизм, они все-таки, это уже песни не традиционной структуры. При этом с течением времени и в христианских псалмах, и в текстах среди неоиндуистов появляется опять, и опять, и опять, они тихо сходят к своей старой структуре. Если в Витебске еще в 2017 году пишут, что вот, ссора, они теряют структуру в религиозных текстах, не анимистского толка, но на самом деле, то есть там вроде бы они начали писать по-другому, потом они тихо-тихо-тихо скатываются к своей традиционной структуре. И вот эти тексты записаны нами в экспедицию, прям возвращаются. Тексты записаны в экспедицию, где вполне себе структура видна. Ну и плюс поэтический параллелизм, он тесно связан с вот этим жанром импровизации, про которую мы тут много говорим и сейчас пытаемся показать в видеопримеры. Он упрощает, да-да-да, мы уже. Вот, упрощает вот это, то есть дает возможным человеку, в виде нас составлять бесконечное количество текстов, заменяя просто в фразе какие-то вот элементы на их слова, на слова другого семантического ряда. Мы сейчас попробуем показать несколько видео таких вот импровизаций, не только, но образцов мунской поэзии. Если у нас заработает. Ну, должно заработать. Давай эту бабушку. Сейчас, сейчас, сейчас. Далима, вот она. Так, а сейчас я не, подожди, я не буду ихним плеером, господи. Этим плеером я не буду, а я буду своим. Так. А, вот тут есть даже. Хорошо. У кого есть хэндауты, можете каждое слово проследить по хэндауту. Если бы надо, чтобы кто-то не знает перевод, мы старались. Да. Все. Я пыталась соседину сбежать, а здесь хватит. Аутыгар, 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 аутыгар. Так, аутыгар, 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 аутыгар. Аутыгар, 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 аутыгар. Ну, в каких-то случаях. Это горы. Еще одно соское. Чуть-чуть. Где ты? Да, ты покажи чуть-чуть. Сейчас, одну милочку. Просто они все очень клевые. Они отличные. Там еще про любовь есть. Вот. Ну, это не про любовь, но будет и про любовь. Он просто играет в эмоциональном салфе. Если терпите, то будет про любовь. Он сам собирает фафер и сам соноситесь в традиции. И он импровизирует. В данный момент мы не ожидали, что он будет петь. Вот. Поэтому там приклясывают, как посадили. Его не посадили в какой-то нормальной... Он... Как бы он преподавал нам язык Сора. Реально, мы собирали у него материал по Сора в университете Центурион, который здесь будет в тексте упоминаться. Продолжение следует... И он собирает свою В том числе, что он в estimated часы. Это еще не про любовь. Все это происходит в трампусе университета, где он построил музей под открытым небом, который называется Tribal Village. И дальше он поет «Не забывай». Этот текст у вас предпочитает. Если он не хочет, сейчас про любовь запустим. Мы будем с любовью, но без вопросов. Мы готовы за такое? В принципе, есть обеденный перерыв, когда все могут спросить у нас все, что угодно. Чем-то уже пренебрегать нельзя. Здесь нет предисловия сюжета, которое он рассказывал про заические инохидии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот эти обращения у братец выбиваются из общего ритма. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он как верующий баптист и христианин уже не мог нам так сказать. Потому что наши предки были настолько невинны, что, в общем, и не очень-то одевались, что лучше без этого, а вот первый-то куплетом. В общем, спасибо за внимание.